Девушки отдыхают А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А куда? А урок? У Игрека заслуженный выходной Ах, что придумал! Дворники для очок? Очков? За это отпускают с уроков? Сами что-нибудь придумайте! Ха! Мы уже кое над чем работаем! Тоже изобретаете? Да, покруче твоих дворников! Любопытно! Завтра покажете? Ха! Да без проблем! А пока извольте идти в класс! Интересно Но я тебе вчера выходной дал Чтобы отдыхать, а не работать Кстати, а где близнецы со своим изобретением? Я тут! Один! А гик скоро придет! Но не будем ждать! Наш вечный двигатель Представлю я! Перпетум модели? Чего? Показывай, показывай! Готовы? Та-дам! Ну, я домой! Но вечных двигателей не существует! Представьте, как было бы здорово Иметь вечный двигатель! Один раз запустил такую машину И она бесконечно переносит грузы Пускает воду по трубам Дает тепло и свет Все это без остановки, зарядки или заправки Ученые веками пытались создать такой механизм Но пока ни одна попытка не увенчалась успехом Ведь сама идея вечного двигателя Противоречит законам физики Опять ты умничаешь? Но работает же! Надо разобраться Чего разбираться-то? И вообще? Мы обещали! Мы сделали! Оставайся изучать А мы на урок Да он же без меня все сломает И ты оставайся Так, это я проверил Не устал? Мы уже часто торчим Вы его к розетке подключили Где провод? Тебе надо, ты ищи Где-то потайная подача воздуха Или колесо само крутится Понимаешь? Само! Бесполезно! Может, хватит, а? Ха! Устанавливается А-а-а! Показалось! Все, проверка окончена Это странно Но вы правда изобрели Вечный двигатель Ух, дошло, наконец Давай, тупик профессору А я домой Что так долго? Я чуть не умер Сам покрути Расслабься Выходной наш О-о-о Гик, а ты долго продержался Хе-хе-хе Многие изобретатели Хотят создать что-то Гениальное И прославиться на весь мир Только не у всех получается С давних пор Ходили легенды о философском камне Который превращает Любой металл В золо Хе-хе-хе Алфимники Почем зря мешали Всякую всячину Лишь бы добыть его А в древнем Китае Император жаждал Получить эликсир бессмертия Ведь человек, выпивший его Обретет вечную жизнь Сколько шарлатанов Пришло к царю Чтобы объявить Я нашел Уникальный рецепт С надобья Но мы-то с вами знаем Что такого рецепта Не существует А настоящий ученый Живет не ради славы А ради науки Вот как это работает Умно Все-таки придется вам дать выходной Мне уже больничный нужен Хе-хе-хе А эликсир вечной молодости Вы тоже можете сделать Два выходных И он у вас в кармане Показалось Я в порядке Автопилот Налево Направо Вперед Вперед Хе-хе, зря смеешься. Вот сейчас автопилот настроил, и он меня будет сам возить. Я ему говорю, а он едет. Автопилоту не нужно говорить, куда ехать. Вы когда-нибудь видели, чтобы самолет летел без пилота, поезд ехал без машиниста, а автомобиль без водителя? Такое бывает. Иногда машину ведет специальная программа. Автопилот. Захотел человек отдохнуть, включил автопилот, и транспорт едет сам. Но только по курсу, который задал водитель. Это помогает и сэкономить силы, и не сбиться с пути, если дорога длинная. Зря старался. Я и без тебя знал. Просто забыл. Ага. Думаешь, самый умный, да? Умнее тебя. А, а у меня голова больше. Проверим? Давай. Ха, мелковато. Дай-ка я. А так? Ты мерить не умеешь. Ты тоже. Во! Сейчас точно измерим. Так тоже не пойдет. Ох! Будем мериться колпачками. Чья голова внутрь не пролезет, тот и умнее. Я первый об этом подумал, а я первый сделаю. А вот ты нет. Ха-ха-ха-ха. Оп! Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сам попробуй. Надо что-то поменьше. Видал? Как влитой. Ты точно утонешь. Не-не-не. Тяни. Там полно места. Дальше не пролезает. Ха-ха-ха. Победа. Не считается. Ты тоже перемеривай. Ладно, дурака валять. Все равно проиграл. Правда. Не снимается. Помогай. А если открутить? Умно. Еще идеи есть? Эм. Пилу ее разрезать. Это все, что придумала твоя большая голова? Бежим за помощью к Басе. Здорово. Как я побегу? Раз тебе не нравятся мои идеи, думай сам. Отлично. Я по памяти доберусь. Она тоже как автопилот работает. Эй, не туда! Что-то твой автопилот хромает. Тогда ты будешь моим автопилотом. Вперед! Современные машины стали очень самостоятельными. И речь не только про самолеты с автопилотом. На фабриках и в магазинах наравне с людьми уже давно работают роботы. Сложнейшие аппараты в одиночку летают в гост и исследуют другие планеты. А некоторые из них рисуют, сочиняют стихи и даже могут сами освоить музыкальный инструмент. Получается, спороумные машины везде заменят людей? Это вряд ли. Ведь даже у очень продвинутых роботов нет самого главного. Воображения. Как и умение чувствовать, размышлять и мечтать. Это доступно только людям. И не поддается программированию. Давай, давай, еще чуть-чуть. Вот уж не думал, что быть автопилотом так тяжело. Где же Бося? Я тут. Гик, зачем ты нацепил это на голову? Мы поспорили, кто из нас умнее. Я выиграл. Засунуть голову туда? Умно. Очень умно. Вот и я тоже не понимаю. Как тебе это удалось? Ластик. Ну, Олик, ты уроки выучил? Ага. И что не пропускает электричество? Электрик? Может быть, меня не спросят? Может, нам за тебя кулачки держать? Эх, был бы у меня талисман, который защищает от двоек. Уроки надо учить. Уроки надо учить, а не верить в чудеса. Зимка, погоди. У меня как раз и есть такой талисман. Это же ластик. Непростой. Я с ним пятерку получил. Дим Дима Ильич, дай мне его на денечек. Ну, не знаю. Ладно, только аккуратно. Эх, тяжелый. Наверное, в нем удачи много. Некоторые люди считают, что талисманы приносят удачу и защищают от проблем. Это могут быть самые обычные вещи. Кукла, подвеска или даже простая ручка. А кто-то верит в магические свойства камней, перышек или звериных клыков. В древности даже горстку песка называли талисманом. Перед отправкой в путь путешественники засыпали его в карман, чтобы обязательно вернуться домой. Да, рассказы о волшебной силе предметов звучат красиво. Правда, пока ученые не нашли подтверждения ни одному из них. Поэтому не стоит забывать, в решении проблем помогают не талисманы, А только твоя голова. Нолик, опаздываешь? А ластик зачем принес? Итак, к доске пойдет... А мне поможет? Симка, скажи-ка, что это? Это электрическая цепь. Верно. А кто ответит? Работает. Почему горит лампочка? Хочешь тоже? Игрек, почему горит лампочка? Эм, топ бежит по проводам. Угу. И раскаляет спираль лампочки. Совпадение. А мне можно? Давай, на всех хватит. Повторяй домашку. Лолик, да что с тобой сегодня? В третий раз спрашиваю, что не пропускает электричество? Сейчас, сейчас. Ха-ха-ха, ждет, когда ему талисман подскажет. А-а-а, вот оно что. И как? Никак. Всем помог, а мне? Хе-хе, он тебе как раз подсказывает. Подсказывает. Из чего он сделал? Из ластика. А ластика с чего? У нас урок нерезиновый. Резина? Стирательную резинку или ластик делают из резины. А резину из каучуга. Смолы деревьев, растущих в жарких странах. Сейчас, правда, чаще на фабриках делают искусственную резину. Ее перемешивают с красителями с серой, которая помогает каучуку затвердеть. А потом нагревает. Остывшую пластинку режут на кусочки, и получаются ластики. Кстати, первые ластики вообще были не резиновые, а из хлеба. Резина не пропускает электричество? Ну, конечно. Докажешь? Работает! То есть не работает! Молодец, Нолик. Ну как? Помог талисман? Помог! Да ладно! Я же пошутил! Это простой ластик. Не простой! Я с ним пятерку получил! Хм? Ну, лучше я сам буду уроки учить. Точно! А то, может, у Дим Димыча еще какой-нибудь талисман завалялся. Хм? Рубашка Подождите! Я еще одну шутку придумал! Фиксик, который работает в цирке, это друг вось с программой! Пошли! Утюг сам себя не почистит! Ого! А это сладкая вата на палочке! Это хлопок! Я знаю! Из него одежду делают! А вот и нет! Она из него растет! Да ну! Мы из этого шарика целую рубашку вырастим! Да, Дим? Самое время! Такое урожай можно собрать! Ай, жаль, утюг надо чистить! А? Давай так! Мы займемся рубашкой, а на тебе утюг! По рукам! Но я хочу посмотреть! А, то есть мы будем работать, а ты смотреть? Хм! М? Решай! Ладно! Я почищу! Одна рубашка – это ничего! Главное – не переборщить! Люди покупают столько одежды, только не все ее ценят! Бывают испачкают или порвут и сразу выбрасывают! Куча всего просто так попадает на свалку! Чтобы это случалось реже, носите вещи аккуратно и ухаживайте за ними! Не стирайте слишком часто и при высокой температуре! То же касается иглашки! Кстати, если сушить мокрую одежду на плечиках, утюг вообще не понадобится! Ну а если что-то уж точно не отстирать и не зашить, все равно не бросайте в мусор! Лучше ставьте на переработку! Там из этих вещей сделают автокресла, строительные материалы или просто новую одежду! Здорово, правда? Похоже? Начнем шоу! Растет! Давай, давай! Ползет, ползет! Давай, 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 давай! Уже готова? Это разве рубашка? Одна ниточка! Да мы только начали! Фух! А ты что, уже все почистил? А-а-а! Ну тогда за работу! Оп! Перерыв! Перерыв! А дальше ты знаешь, что делать? Еще не выросла? Э-э-э... Приходи, когда полутюга готова будет! А-а-а-а! Ясно! Хо-хо! Ловко ты его! Ха-ха-ха! Приходи! Ого! И правда выросла! Сомневался? Теперь проверим, как ты справился Вау! Мама купила новую рубашку! Нолик? Катя, ты что-то путаешь! Ее близнецы вырастили Это ты путаешь! Я сам видел! Из хлопка! Э, это что? Шутка? Ах, вот они гады! Эй, рубашка же не виновата! Не грусти! Я знаю, что мы сделаем! Но я так и не понял! Одежда-то откуда берется? Хлопок выращивают на поле Собирают и вытягивают в тонкие нити Из них на фабриках делают ткань А из ткани одежду И везут в магазины по всему миру Но чтобы все это не вредило нашей планете Вещи важно делать с умом Экономить воду, электричество И избегать вредных удобрений Так что, когда нужны новенькие джинсы или майка Выбирайте те, что сделаны с заботой о природе Нолик, ну ты красавчик! Все чистенько! Фрик, Гик, скорей, работы полно! Собираем урожай! Чего? Хотите, чтобы фиксики остались без носков? Вы серьезно? Да! А потом штаны собирать будем! Ладно, мы поняли! Нолик, давай мы лучше за тебя что-нибудь почистим! Угу, без шуток! Идет! Но сначала носки! Подарок Подай! Это мое! Еще чего? Фрики! Ну скоро! Сами же звали ноутбук чинить! Нет, другой раз! Да что оно вам нашло? Нет, нашло! Нашли! Подарок! Нет, мне! Нет, мне! Сейчас узнаем, кому! С любовью от Баси! Так гораздо понятнее! Чего тут понимать-то? Подарок один, а вас двое! Потому что он мой! Обойдешься! Думаю, он тому, кого Бася больше любит! Первыми подарками были талисманы! Люди давали их друг другу на удачу! Золото, шкуры, специи у вожди дарили в знак дружбы с соседним племенам! Иногда так делали и целые народы! Вот статуя свободы в Америке Это подарок от французов! А сегодня можно подарить не только вещи! А, например, день в парке аттракционов, билет в театр или поход в кино! Ведь эмоции тоже подарок! И как выяснить, кого Баси любит больше? Родители любят умных! А, это и так понятно! Проверим! Сто пятнадцать! О, вот у меня так же получилось! И кто умнее? Пожалуй, никто! Это почему? Потому что на ноль делить нельзя! Игрик, ты зануда! Родители любят сильных! Умнее и сильнее глупости! Родители любят красивых! И кто из нас красивее? Верта, не томи! Думаете так просто? Вы же одинаковые! Все! С меня хватит! Я первый нашел! Значит, подарок мой! Что? Нож нет! Помада для кого? Извините! Для самого красивого! Кхе-кхе-кхе! 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 Знаешь, это, наверное, тебе! Да что ты! Это тебе! Забирай! Ты же первый нашел! Что нашел? О-о-о-о! Кхе-кхе-кхе-кхе! Кхе-кхе-кхе! Мы тут твой подарок нашли! Случайно! Только мы не поняли, зачем нам помада! А кто сказал, что это вам? Кому же еще? Это я сама себе подарила! О-о-о! У меня день рождения! Или вы забыли? Порадовать на день рождения маму, бабушку или сестру легко! И вовсе не обязательно что-то покупать! Можно смастерить подарок самому! Например, вот такую розу из обычной салфетки! Сначала ее надо развернуть! Теперь одну сторону загибаем к центру, но не до конца! И наматываем бумагу на два пальца! Получился цилиндр! Если его сжать, он станет похож на бутон! Осталось скрутить вторую часть салфетки! Это стебель! По пути кончик салфетки отогнуть вверх? Вот и листок! Красота! Несколько таких розочек, чуть-чуть блесток и праздничный букет готов! Такой подарок долго не завянет! Бася, мы просто подсмотрели! У нас подарок покруче! Правда? Мы дарим тебе желание! Да! Загадывай, что хочешь! О-о-о! Ну что ж, помните, я просила починить ноутбук? Вот, с него и начнем! Пошли, Кварик! Пойдем, Гик! Мы как раз помочь пришли! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо! А вы знаете, кого из близнецов любите больше? Сильного! Умного! Красивого! Я люблю... Я люблю их одинаково! Они ведь у меня оба хороши! Батут! Шпуля, Симку не видела? Ага! Вот ты где! Шпуля, я же попросила! Эй, что с тобой? Просто нет настроения! Давай с нами в прятке! И оно поднимется! Не выйдет! Его весь день не будет! Как написано в гороскопе! А? Ерунда! Пиксики в гороскопы не верят! Некоторые люди верят, что звезды и планеты влияют на нашу жизнь! Поскользнулся на банановой кожуре? Виноват Юпитер! Победил в соревнованиях? Спасибо Марсу! Люди даже составляют гороскопы, прогнозы, чтобы узнать, кому сегодня повезет, а кому нет! Знать будущее наперед, конечно, заманчиво! Вот только ученые пока не нашли ни одного доказательства, что гороскопы на самом деле работают! Конечно, иногда совпадения случаются, но не стоит рассчитывать только на них! Все в ваших руках! Ведь гораздо приятнее быть первым не из-за поворота планеты, а благодаря упорной подготовке! Но у меня правда, сегодня плохой день! Значит, гороскопы правы! Это мы сейчас проверим! Музыка повышает настроение! Нолик, у тебя щетка есть? Зачем? Щекотать будем! Эй, вы чего? Оля! Ты куда? Я тебя сейчас развеселю! Может, комната смеха? Да! Ха-ха-ха! О-о-о! Ой! И это не смешно! О, метод проверенный наукой! Ученые доказали, что прыжки на батуте поднимают настроение! Сделать батут нетрудно! На железный каркас пружинами натягивают прочную ткань или сетку! Некоторые батуты не собирают, а надувают насосом! Они бывают в форме кораблей, замков или даже гор! Главное на любом батуте не высота прыжка, а осторожность! Иначе можно запросто упасть или потянуть мышцу! Прыгайте в удовольствие! А сложные трюки на батуте пусть выполняют акробаты! И где мы возьмем батут? Есть идея! Ждите меня здесь! Подожди, я с тобой! Ой! 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 Ай! Батут? На желе похоже! Вовсе нет! Я прыгал! Давай, не бойся! А Симка? Без нее начнем! Она придет, а ты уже веселая! Класс! Бесполезно! Последняя попытка! На счет три! Раз! Два! Три! Спаситель! Нолик! Батут против гороскопа! Тоже бессилен! Ты что-то путаешь! Это желе! Да какая разница! Я же говорила! Все против меня! Ой! Что это? Ого! Я как птица! А как же твое плохое настроение по гороскопу? А? А его больше нет! То-то! Между прочим, Игрик этот батут для тебя собрал! Игрик, ты прелесть! Кстати, в гороскопе сегодня как раз было написано... Куля, ты опять за свое? Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Фоторедактор Так, повернись! Улыбочку! Ага! Я хоть красивая получаюсь? Не сомневайся! Ты в руках профессионала! Какая-то я бледная! Нормальная, зеленая! Но я хочу быть яркой! А так? Как ты это сделал? Хе-хе! Есть у меня одна программка! Фотосъемка! Это только полдела! Чтобы кадр стал идеальным, с ним еще нужно поработать! Снимок загружает программу фоторедакторов! Там столько разных инструментов! С их помощью фото можно обрезать, осветлить, убрать лишнее или наоборот добавить то, чего изначально в кадре не было! Короче, можно такого наворотить! Все ограничивается только фантазией и умениями! Хочешь, глаза тебе увеличим? А так можно? Я сделаю конфетку из любой фотографии! Класс! Тогда еще длинные ресницы! И корону! Красиво будет! Ой, Фаер, ты и правда профи! Ну, придется повозиться! Творческий процесс, понимаешь? Конечно, конечно, не буду мешать! Остальным передай! Прошу всех в свою супер-фотостудию! Когда будет готово? Терпение! Скоро все увидите! А пока не мешайте творить! Точно! Профессионал! Так... Может, еще больше? Или перебор? Да не, в самый раз! Вот, наконец, все скажут, что я талант! Ну что, молчит? Ага, нелегко быть творцом! Спорим, моя фотография будет лучшей! С чего ты взял? Фаер, мой друг! А я первая раскрыла его талант! Выскочка! Ой, вроде готова! Открывай скорее! Что? Это не я! Хе-хе-хе! Вот это бугало! А меня... А меня покажите! Это мои мускулы! Ну-ка, дай сюда! Ой, что это за головастик? Он издевает сам! Ну как? Круто? По-твоему, я уголок? А я? Макаронина! Ты где-нибудь видел такие руки? И такое туловище? Чего вам не нравится? Сами просили! Ты нас изуродовал! Вот и нет! Я художник! И я так вижу! Знаешь что, художник, не умеешь – не берись! Возвращай все обратно! Мы там хоть на себя похожи! И корону убирать? Ну, как хотите! Скучные вы! Люди научились фотографировать еще в середине девятнадцатого века! Тогда на работу над одним кадром уходило около восьми часов! Но все равно снимки получались нечеткими и с дефектами! Фотомастера-художники дорисовывали их краской, маскировали пятна и царапины! А некоторые и вовсе придумали очищать до бела части снимка и рисовать там все, что угодно! Природу, диковинных животных, всякие чудеса! Ох, и трудным делом была такая репушь! С появлением цифровой фотографии обрабатывать кадры стало куда проще! Загрузил специальную программу и вперед! Главное – не перестаться! Пожалуйста! Сразу бы так! Прелесть! И без твоего фоторедактора! Только что-то я опять мелкий! И глаза можно было бы оставить! Чуточку повыше! А мне все нравится! Но только если фон другой выбор! А можно меня чуточку повыше? Давай, Фоя, сделай мне вот тут побольше! Только не так, как было! Другой выбрать! Да вам не угодишь! День рождения Жучка, ну как, похож на именинника? А это для подарков! О, Синка, приготовились! Сюрприз готовит! Пойдем посмотрим! Каждый ребенок обожает отмечать день рождения! Еще бы! Подарки, гости и, конечно, большой торт со свечками! Скажите, вот бы так каждый день! Ценность праздника как раз в том, что он бывает только раз в году! Да и есть одни торты тоже быстро наскучит! И, конечно, не грустите, если свечек пока слишком мало! Повзрослеть всегда успеете! Кстати, фиксики тоже празднуют дни рождения! Только за уши именинника не дергают! Вдруг вырастет таким большим, что перестанет помещаться в прибор! А знаете, как нас поздравить? Ухаживайте за техникой и берегите ее от поломок! Куда? Куда? Прям как Нолик! Он один раз так врезался! Синька! Сегодня могла бы не вспоминать! Ой! А что сегодня за день? День бабочек? Шапок! Дуделок! Каких дуделок? У меня день рождения! А! Ну, поздравляем! И все? Ладно, пошли! Здесь нам не рады! О, вот и подарок! Ой, Нолик, это мое! Пока! Эй, а ты куда? Девчонки, соберитесь! Уже третий дубль! А помните, как нас Нолик снимал? Да, вот умора была! И вы надо мной смеетесь? В мой день? Чего это вдруг твой? Вы тоже забыли? Ага, лечу! Вот папу вспомнит! О, Нолик! Помоги-ка! Давай отвертку! Что это? Это проектор! Устроить дома настоящий кинотеатр поможет проектор! Его подключают к компьютеру, находят нужный фильм и видео по проводам летит внутрь корпуса. Яркая лампа и зеркала раскрашивают кадры. И готовое изображение через объектив попадает на экран, точнее на стену. Причем увеличившийся в несколько раз. А некоторым проекторам и компьютер не нужен. У них есть своя библиотека фильмов. Папус, а ты помнишь, какой сегодня день? Угу, пятница. И все? Вот возьми и улечу от всех. Ну-ну! Ну-ну! Забыл, чем в прошлый раз закончилось. Вы сговорились? Сегодня же мой... Нажми-ка ту кнопку. Конечно! Только это от меня и нужно. Вот уйду к другим фиксикам. Поплачете еще. Они точно не забудут про мой день рождения. Ой, что это? Нолик лучше всех! Нолик лучше всех! С днем рождения! А я думал, вы забыли! Ура! Теперь ты останешься с нами? До следующего дня рождения! Точно! Самки! Опускаем! Ух ты! Эх! Жаль, что у фиксиков нет Деда Мороза. Почему же нет? Но... Сегодня он прилетит и даже прокатит тебя на санях. Правда? Ура! Можно вас на секундочку? Что за сказки? Где мы достанем Деда Мороза? Я же все придумала. Смеетесь? Я против маскарада. Жалко устроить детям праздник? Ясно. Но... Саня, хотя бы сделайте. С остальным я разберусь. Ой, кажется, все. Ого! Это же санки Деда Мороза! А где он? А я никого не видел. Мне пора. Разочек скачусь, никто не узнает. Ура! Ай! 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 Я их сломал? Дед Мороз теперь даже разговаривать Со мной не будет Так мне не надо Дед Мороз? Это что такое? Я не хотел, оно случайно Починить поможешь? Ага Самки простая, но очень удобная вещь К широким полозьям крепят сиденья И вот уже можно возить грузы или людей Там, где машины застрянут в снегу Сани проедут легко и не провалятся А если запрячь в них собак, то вообще не угонишься Есть даже такой вид спорта Езда на упряжках А кому-то нравится расправить над санями парус И на скорости скользить по льду Ну и конечно, на санках здорово просто кататься Чем больше народу, тем быстрее и веселее Можно забраться на высокую горку всей семьей И съехать вниз так, чтобы ветер свистел в ушах Эх, 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 поздоровись Тыдыш Где мои сани? Еще дед Я Дед Мороз Это я, Дед Мороз А вы самозванец У вас борода отклеилась Пойдем прокачу Нет, я прокачу Санки мои Ах, так Сразу два Деда Мороза Класс Вот это повезло Действительно Два лучше одного Пожалуй, соглашусь Ого Слез Дедов Морозов Прикол Ага Только один из них не Дед А дедус Мороз Ха-ха-ха-ха Кто? Яруй за подарочком Закрепу свои станки в охапку Натяну я перчатки и шапку Набегу, набегу, набегу Все краснее носы на морозе И все гуще слезы от положья На снегу, на снегу, на снегу Станки, саночки, санюшечки Станки, мамечки, ванюшечки Энергия Здрасте, мы на экзамен С запомогаторами Отлично Заходите по одному Но, профессор, мы же всегда вместе Ладно, оба так оба Что это за инструмент? Молоток, гвоздодер Зачем? И как мне вас оценивать? Вы же оба говорите Так быстрее А я не спешу Гик, надевай Это шурупа Верт! Опять? Вам один помогатор на двоих выдать? Ну вот что Каждому из вас будет свое задание Перед вами Макет электростанции Здоровенная! Только недоделанная Вот вы этим и займетесь Электростанции Это фабрики по производству энергии Для работы им постоянно нужно топливо Например, газ Сгораем, он быстро крутит лопатки турбины Которая запускает генератор Вот вам электричество А использованный газ Снова идет в дело Его отправляют в котел Где он греет воду Пару от воды приводит в действие Другую турбину с генератором И вторая порция энергии готова Ваше задание Доделать макет Эй, нет Гик собирает турбину А ты генератор Кто первый справится Тому Помогатор Стихи Готовы? Вот это начало Теперь надо закрепить Опасный момент Их ты Какой жаркий матч Экзамен Экзамен Нос к носу идут И победу врывает Кто? Детали для электростанции Детали для электростанции делают на заводе Над одной громадиной Работает столько людей Сколько живет в нескольких многоэтажных домах И все настоящие профессионалы А как же иначе? Ведь устройства, которые они собирают Очень сложные Вот, например, турбина Она похожа на огромный цилиндр Со множеством пропеллеров Рядом с ней генератор Его части Собраны как в гигантской матрешке Одна внутри другой Благодаря их командной работе Получается электричество Прямо как у людей или фиксиков Когда каждый Вкладывает частичку У себя в общее дело Получается отличный результат Да, ничья О, решающее задание Кто первый запустит электростанцию Тот и выиграл Ну же! Кто из этой парочки Быстрее, умнее, сильнее? Жми, гиг Ты заслужил Нет, ты Жми Ты Да что ты? Давай ты Давай, Фрик, не тормози Нет, давай ты Давай нажимай Жмите оба Отличная работа Ах, да Приз вручается Короче Помогатор вам один На двоих Ладно Мы и так всегда вместе Поделим как-нибудь Я пошутию Оба Заслужили Мусор Мусор Внимание! Сейчас маэстро Нолик Передвинет эти предметы Силой мысли Мусор Стоп Тыщ Эмщин Маэстро У вас третья рука выросла Тихи 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 Браво, маэстро Браво Летим в лабораторию Там обещают кое-что покруче А я? Я с руками и фокусом могу! О, коллеги! Вы вовремя! Мое новое изобретение! Мини-перерабатывающий заводик! Он творит чудеса! Прям чудеса! Профессор, ваш доклад! Сколько мусора! Евгений Евгеньевич, давайте я выброшу! Стоп! Без этого, как вы говорите, мусора, Лизонька, можно сделать совершенно новые вещи! Мы опять все разбросали! Что происходит с пакетом мусора, который ты выбросил на помойку? Вместе с другими такими же отходами грузовик отвозит его на свалку. Мусор потухает. Из маленькой кучки постепенно вырастает целая гора мусора. А вокруг еще и еще. Ой, масечки! Чтобы мусор не уничтожил все живое, его надо перерабатывать. Тут важна помощь каждого. И большого человека, и маленького фиксика. Итак, начнем! Кидайте старые банки! Сюда? Вот сюда. Сюда? Вот сюда, Лизонька! Это же вазочка, которая вчера разбилась! Новенькая! Он ее склеил! Точно? Много ты понимаешь! Ну, а теперь загружайте мой доклад! Но, профессор! Ради такого дела, не жалко! Ох! Ох! Хе-хе-хе! Да-да! Теперь смотрите! Хе-хе! Ой, не могу! Скажете, тоже машина переработала? Хе-хе-хе! Ну да! А букву ластиком стерла! Нолик, тихо! Это сплошной обман! Нолик, обманщик, это три! Ах так! Я вам докажу! И последний эксперимент! Такого вы не видели! Берем пластик, жмем сюда! Хе-хе-хе! Ноли! А, что? Хе-хе! Ноли с запаса! Срочно несите пластик! Ах! Как же это? Хе-хе-хе! Нолик, смотри! Кроссовок прям твоего цвета! Нолик! Нолик! Все, что попало на свалку, считай, пропало навсегда! Концертные банки, пластик, стекло будут без изменений лежать в земле сотни лет! А ведь их можно использовать еще раз! Например, если собрать 700 алюминиевых банок, можно сделать велосипед! Пяти килограммов старой бумаги хватит, чтобы создать новый стуль! Для рубашки понадобится всего 16 пластиковых бутылок! Прелесть! Вот и я так думаю! На самом деле все очень просто! Не ленись сортировать мусор! И многие старые и ненужные предметы вместо свалки попадут на специальные заводы! Там им подарят вторую жизнь! Нет, он не мог! Но я видел! Ноличик, вылезай! Я больше не буду называть тебя обманщиком! Нолик! Да тут я! Вот он! Живой! Ноличик! Фу! Ой, Нолик, ты всех напугал! Как живой? Там внутри и правда нет ни баночек, ни в вазочек, даже туалетной бумаги нет! А ты не верил! Профессор, ну как вы это делаете? Ай, ну... Силой мысли! Вот точно! Хе-хе-хе-хе! Цветные уличные контейнеры придуманы не для красоты, а для разного мусора. Но разделять его лучше дома. Это очень просто. Берем два ведра. В одно отправляем остатки еды, старую одежду, грязные салфетки и подгузники. То, что нельзя использовать еще раз. В другое – все, что можно переработать. Пластиковые стеклянные бутылки, бумагу, картонные коробки и железные банки. На них даже есть подсказка – треугольный сачок. Прежде чем выбросить, такую вещь надо вымыть, высушить и смять. Осталось закинуть в правильный бак. Готово! Сортируя мусор с умом, мы помогаем природе. Сюда. Нет, сюда. Нет, Лиза. Сюда? Вот сюда. Нет, нет. Сюда. Вот сюда, Лизонька. Нет, сюда. Нет, Лизонька. Сюда. Сюда.